В жизни республики, в жизни нашего гражданского общества пройдет очень знаменательное событие. Вчера, 13 сентября, решением трех руководящих органов, трех политических партий, в частности, политической партии обновления на Центральном совете, на Центральном комитете народно-демократической партии «Прорыв» и на Центральном совете политической партии «Справедливая республика», было принято решение и утверждено соглашение, подписание соглашения о взаимодействии, о сотрудничестве, взаимодействии и партнерстве. Сегодня в участии в подписании этого соглашения от республиканской партии обновления подписывает председатель партии, председатель Верховного совета Анатолий Дмитриевич Каминский. От республиканской политической партии «Справедливая республика» депутат Верховного совета Ерозюк Виталий Юрьевич и лидер народно-демократической партии «Прорыв» Дмитрий Юрьевич Сой. Вы видите, какая процедура и какой протокол создаются, как на самом высоком уровне. Давайте сделаем «да». Это будет событие, это не ручка. Ручку в музей. Задать обязательно, подписать. Мы не будем обмениваться протоколами, не будем обмениваться договорами, потому что они абсолютно идентичны. Я, Митрий Юрьевич, поздравляю вас, поздравляю вас, поздравляю вас, всех членов вашей партии и надеюсь на действительно тесное сотрудничество. Мы кое-что сделали, если так хочу сказать, чтобы много не вылетели, ни громко не заявлять. Но мы, по крайней мере, пытались и пытаемся и стараемся сделать все зависит от нас, для того, чтобы законы соответствовали нужном времени. Я не компетенте не вспоминаю, что упредь, это мы еще укрепим. Уважаемые коллеги, я обращаюсь к вам, ко всем коллегам, потому что мы являемся коллегами прежде всего по партии. По партии не только партии обновления, вы, несмотря на то, что сегодня представляете другие партии, правильную республику прорыв, мне бы хотелось, чтобы сегодняшнее подписание договора не стало чистой формальностью. А мне хотелось бы, чтобы сегодняшнее наше мероприятие, которое прошло, чтобы не носило пиар-компании, чисто до каких-то там показных таких дел. Я это говорю искренне, говорю честно, говорю от души. И мы сегодня заключили не договор, как мы первоначально предлагали договор, союзный какой-то. Мы не грелись, что создавали какой-то блок и еще что-то. У нас сегодня подписано соглашение о нашем содействии в дальнейшем, о сотрудничестве и партнерстве. Я бы очень хотел, чтобы прошло время, чтобы мы вообще столились в одну единую команду и по названию, не только по партиям. Почему? Потому что у нас действительно есть одни общие интересы. Общие интересы сделать все, зависящее от каждого из нас, для того, чтобы те, кто живет в нашем государстве, те, кто живет в непризнанном ПК Приднестровье, могли жить так, как положено жить сегодня в самом высокоразвитом цивилизованном обществе. А для этого мы сегодня и подписываем это соглашение. Мы не подписали соглашение ради выборов. Мы не подписали соглашение ради создания блока, ради блока. Самое главное, на мой взгляд, основа, как мы так говорили, нам надо объединять наше гражданское общество. Что только объединившись, только вместе мы можем создать настоящую и просветающую республику. Я желаю успехов всем присутствующим, нашим партиям, нашей идее, нашей задумке. И искренне надеюсь, что оно будет все так исполниться. Добрый вечер. Уважаемые коллеги, друзья, сегодня уже партнеры. К Астанаторию Владимировичу мы действительно собрались, долго шли к этому. Для все-таки единственной цели это консолидация нашего общества, сплочение нашего общества. На одну единую цель, которая была выражена гражданами на референдуме 2006 года. Это о независимости и признании нашей республики, с дальнейшим вхождением в Российскую Федерацию. Если пожелает Российская Федерация, конечно, этого. И общими усилиями все-таки наладить некий баланс между обществом, государством. Мы все вместе, влившись в единую сильную команду, сможем построить сильное, эффективное государство, за которое никому не придется краснеть ни нам, ни нашим детям, ни нашим внукам. Вы знаете, лично для меня, для нашей партии ключевым в этом подписании является несколько моментов. Первое, это, конечно, общий возник вместе с Россией. И поэтому сегодняшнее подписание, это всего лишь логическое продолжение итогов референдума от 17 сентября 2006 года. Когда 97% от числа принявших в голосовании граждан поддержало курсную независимость и, как было уже сказано, вхождение в состав России. Это очень важный момент, этот момент, который придает смысл жизни и деятельности сотням тысяч поднестровцев. Мы понимаем, насколько важна для нас Россия, что для нас Россия. И поэтому обязаны и на личном, и на партийном уровне делать все возможное для того, чтобы наша дружба только росла и крепла. Второй момент, это, конечно же, то, что мы подписываем договор с партиями дела. Потому что слов у нас и без того много в Приднестровье, а дел хотелось бы, чтобы было побольше. И поэтому я знаю, что и обновление, и Справедливая Республика, это партии, и реальные дела. Это очень важное объединение, которое в совокупности создаст новое качественное состояние политического поля и социального поля в том числе. Ну и, конечно же, мы приднестровцы, независимо от того, родились мы здесь или приехали сюда когда-то. И для нас очень важно, для каждого, хотя бы что-то сделать для многострадального народа, который уже 20 лет живет в условиях непризнанности, борется, побеждает, терпит, переживает. И поэтому я надеюсь, что наши три партии смогут внести вот этот свой решительный и существенный вклад в то, чтобы Республика процветала. Мне очень приятно это подписание, и я его оцениваю с глубоким позитивом. Спасибо.